да и так приветствую всех кто здесь с нами приветствую тех кто присоединился к нам онлайн сегодня мы с александром будем рассказывать о том как с чего начинать автоматизацию и особенно для тех кто делает это впервые или может еще не такой опытный в общем для начинающих кто мы такие меня зовут стасеевич андрей моего коллегу зовут александр нестерович мы оба представляем ну как представим оба сотрудники компании ipam оба занимаемся автоматизации тестирования саша у нас серьезный специалист по behavior driven тестингу он в основном специализируется на юай тестирование я в свою очередь в основном занимаюсь api автоматизации изначально я тоже занимался юаем но потом как-то втянулся в api и теперь ну спасибо не отселение у меня для меня вот камака активисты выступаем на различных мероприятиях возможно уже когда-то нас видели о чем говорить вообще будем сегодня я немножко расскажу о том с чего начинать автоматизацию как сделать так чтобы потом не переписывать все раз за разом раз за разом и как потом не стыдно как сделать так чтобы потом было не стыдно передавать куда-то свой фреймворк поддержку а саша в свою очередь расскажет что же должно быть внутри фреймворка как сделать так чтобы построить фреймворк быстро и дешево по трудозатратам а начну с того что такое вообще автоматизация для чего для ни для кого не секрет как бы будем называть вещи своими именами автоматизация тестирования предназначена для того чтобы заказчик смог зарабатывать больше денег ну как зарабатывать чтобы он мог больше экономить автоматизация хорошая правильно работающая автоматизация позволяет больше тестировать за меньше денег позволяет быстрее укоротить циклы деплоя и релизов. Тут хороший пример, это как бы мастодонт, его любят приводить в пример, это Facebook, который релизится, я не готов сказать именно сейчас, но еще год назад была ситуация, Facebook релизился дважды в сутки. Каждый день, кроме вторника. Во вторник они релизились один раз, но очень серьезно. То есть в каждый релиз выкатывалось до 300 коммитов. Все это без автоматизации, в такой вот цикл релизить, ну просто невозможно в принципе. Даже смог тестирование провести вручную, ну просто невозможно на таких объемах. И третий пункт, как бы с ним, конечно, можно немного поспорить, но в целом автоматизация должна помогать делать продукт более качественным. Она должна поднимать качество продукта путем того, что мы больше тестируем, мы чаще тестируем. В качестве примера я недавно столкнулся с ситуацией, когда на проекте регрессия проводится раз в релиз. Зачастую оно где-то близко к релизу проводится. То есть по сути, несколько итераций разработчики что-то делают, делают, потом запускают, на проекте нет автоматизации, регрессия проводится вручную, она там идет неделю, и в результате под релиз тестировщики говорят разработчикам, что вот знаете, вот так и так, вот что-то релизили, так вот оно не работает. То есть вводя автоматизацию, понятное дело, мы можем делать регрессию ежедневно, мы можем делать регрессию несколько раз в день, раз в итерацию, как угодно, как нам больше нравится. Насчет того, как вообще начинать, с чего начинается автоматизация. Меня может, если кто-то в зале есть с другим опытом, но у меня опыт такой, что никогда не бывает ситуации, что к вам приходит человек и говорит, вот знаете, вот вам 10 человек автоматизаторов, вот вам компетентная команда, вот вам неограниченный бюджет, пожалуйста, работайте. Такого не бывает. Бывает команда разработчиков, в ней, может, один-два человека занимаются QM. Кто-то, может, занимался автоматизацией, кто-то решил, что вот у нас есть какая-то пачка тестов, а почему бы не начать их автоматизировать. И с чего начинается все? Люди начинают писать тесты. Ну, логично, если мы хотим автоматизировать, мы начинаем писать тесты. К чему это приводит? Когда у нас есть 5 тестов, 10, 50, в принципе, окей, это не проблема, наши тесты там могут запускаться с IDE, у нас нет никакого репортинга, мы просто вот прогнали тесты, посмотрели в Excel-ничек занести результаты. Окей, это работает в начале. Но довольно быстро фреймворк растет, и такой подход уже абсолютно не имеет никакого смысла. Я сам сталкивался с ситуацией, когда передают набор регрессионных тестов, это были наши друзья из Солнечной Индии, они передают набор, который вроде как работал, но в комплекте к набору идет еще описание того, что с этим чудом надо сделать, какие файлы куда скопировать и что добавить для того, чтобы это чудо запустилось, в принципе. То есть для того, чтобы как его из Continuous Integration или как делать смоук с этим, тут в принципе нету понятия, нет описания. И очень легко в такую ситуацию скатиться, если изначально не подумать о том, что будет дальше с проектом. Поэтому я считаю, что начинать работать над автоматизацией, надо с инфраструктуры. С чего именно? Что такое вообще? Ну, тестовый фреймворк. Тестовый фреймворк – это какой-то код. Этот код должен где-то храниться. Соответственно, нам нужен какой-то репозиторий, где он будет храниться. Хорошо, если у нас есть проект, на проекте есть какие-то проектные репозитории, которым у нас есть доступ. Если такого нету, нам надо где-то хранить код. Можно, конечно, тупо его хранить на GitHub. Но опять тут другая проблема. На GitHub все репозитории публичные. Чтобы, как скажем так, утечь в публичный доступ какие-то пароли, какие-то API-ключи, очень легко. Но условно у нас во фреймворке, допустим, если это API-фреймворк, мы по-любому будем какие-то валидировать запросы. То есть у нас внутри фреймворка будут лежать реальные примеры запросов и ответов. У нас будут лежать какие-то, могут лежать легко, какие-то ключи, какие-то пароли, какие-то там доступ к базе данных. Все это легко может утечь в репозитории. Соответственно, надо, чтобы репозиторий был обязательно приватный. Далее, как это все запускать? Можно, конечно, сказать, ну вот я буду запускать руками. Окей, а как вы будете запускать смок после деплоя? А если нам по расписанию надо? Ну, в конце концов, вы заболели или нет сегодня возможности запустить тестирование. Получается, что у нас сегодня как бы регрессия не пошла, потому что мы забыли, заработались. Нам нужен какой-то continuous integration, который у нас будет все это запускать. Через который можно будет запускать, привязываться к деплою продукта, к чему угодно. Соответственно, нам нужен continuous integration. Отлично, есть код, есть то, что его запускает. Этот код надо где-то, тесты наши надо гонять. Опять же, можно сказать, вот у меня есть локальная какая-то машина, я буду на ней гонять свои тесты. Это, в принципе, до какого-то этапа работает. Самый простой пример – две версии эксплойера. Нам надо тестить по двумя версиями эксплойера, уже погнали в виртуальные машины. Второй пример из моей практики, который физически не решается никак. Я занимаюсь тестированием API, соответственно, мои тесты должны анализировать время обработки запроса. Приложения, которые я тестирую, развернуты где-то там, в центре Америки на серверах. Один только пинг отсюда из Минска, если я локально запускаю тесты, один только пинг до серверов Америки, будет напрочь уничтожать все, весь мой анализ времени запроса. Потому что сервер отрабатывает там за какие-то сотые доли секунды, а пинг у меня получается полторы секунды. Что я контролировать могу? Конечно, ничего не могу. Соответственно, мне нужны какие-то виртуальные машины, которые физически будут расположены вот там вот близенько, для того, чтобы полностью сымитировать, скажем так, поведение, ну, работу пользователя, который где-то там локально использует этот продукт. Соответственно, нужны какие-то виртуалки, на которых у меня будет тестироваться. Опять же, сегодня мне надо под одним эксплуером, завтра под другим, послезавтра под сафари, или все это делать в параллели и так далее. Отлично. Есть у нас фреймворк, есть у нас Continuous Integration, который его запускает, есть какие-то виртуалки, на которых гоняется. Но есть один нюанс. Тесты сами по себе, они в принципе не стоят ничего, они не приносят пользы абсолютно никакой. Приносят пользу только одно, приносят пользу только результат тестов. Соответственно, пока у нас результата тестов нету, какого-то адекватного, который мы можем показать разработчикам, который мы можем показать заказчику, эти тесты просто, ну, они бессмысленны. Это какой-то процент, который чего-то, какого-то кода, который прошел, не прошел куда-то. Это условно, мы можем сказать, у нас сегодня упало 18% тестов. Окей, и что дальше? Это хорошо или это плохо? Это мы релиз откатываем или это в принципе нормально? А сколько у нас вчера упало? А это мы 18% это у нас пофиксили или это у нас вчера все работало, а сегодня ничего не работает? То есть по сути вот эта вот голая информация, которая сколько прошло тестов, она не стоит ничего. Мы должны быть готовы, если мы начинаем автоматизацию, которую мы хотим, чтобы она реально работала, чтобы она приносила пользу продукту. Мы должны быть готовы, что с нас запросят и мы предоставим развернутый отчет, который объяснит человеку, который ничего не понимает в наших тестах, что а в каком состоянии вообще сейчас находится продукт. Он нормально работает или у нас реальные проблемы какие-то? Соответственно, нам нужен репортинг. Вот я так много говорил, 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 вот это вот уже выглядит, а учитывая, что сначала я сказал, что у нас в команде есть один от силы два автоматизатора, это уже выглядит как будто, ну хорошо, понятно, то есть автоматизации у нас не будет. Мы еще не начали писать автоматизацию, а работы уже как-то для серьезной команды надолго. А вот и нет на самом деле. Есть способ вот эту вот связку всю поднять буквально за полтора часа человеку, который никогда в жизни ни разу этого не делал. И делать это с помощью Google Cloud. Что нам надо для того, чтобы использовать Google Cloud? Всего лишь Google аккаунт и банковская карта. Google Cloud очень дружеская. Да, две очень такие мелочи жизни. На самом деле сейчас, если вот мы говорим, как учиться пользоваться этим, сейчас Google предоставляет каждому, кто регистрируется, такую рекламную акцию в размере 300 долларов на 12 месяцев. То есть эти 300 долларов вы можете пользоваться в течение 12 месяцев на услуги Google Cloud. В чем плюс клауда? Он очень понятен. Он сделан с таким, если мы можем с ним работать через SDK, мы можем с ним работать через консоль, мы можем с ним работать через консоль в графическом виде. То есть реально способов работать с ним много, но если мы не особо как бы дружим, мы первый раз видим клауд, с ним работать очень просто. У него очень дружественный UI. Собственно говоря, мы логимся, попадаем вот на такой вот UI. Из этого UI мы можем сделать все, что нам надо для успешной работы фреймворка. В первую очередь Google Cloud предоставляет нам приватные гид-репозитории. Это очень классная фишка. Насколько я знаю, это единственное место, где мы можем получить бесплатно неограниченное количество гид-репозиторий. Единственное ограничение, которое у него сейчас есть, это объем вашего кода должен быть меньше 1 гигабайта. Ну, написать гид-код это надо постараться как бы в одиночку. Если там котиков не хранить, то все будет окей. Вот. Какие плюсы? Он приватный, он бесплатный. Это обычный гид-репозиторий. Его можно поставить как зеркало, если у вас уже есть на гид-хабе или на битбакете какой-то репозиторий. Continuous Integration. Для Continuous Integration у нас используется Jenkins. Вариантов тут, ну, есть вариант TeamCity, но как бы, ну, нет, используем Jenkins. Почему? Потому что это просто потому, что в результате, ну, я работал только с проектами на Jenkins. Не потому, что я там мало проектов встречал, а просто, ну, большинство рынка, как бы, 80% рынка используют Jenkins для Continuous Integration. Я, наверное, демочку все-таки показывать не буду. Вот. Собственно говоря, как для Jenkins, для Jenkins мы должны поднять какую-то виртуалочку с Linux, которая у нас будет доступна извне, и на ней запустить Jenkins. Почему? Ну, вот давай я попробую небольшой, небольшой такой устройство демо. На самом деле я из опыта своего знаю только одно, но в презентациях демо не работает никогда, ну, попробуем изменить эту практику. Вот, собственно говоря, примерно вот так вот выглядит сама консоль. Как развернуть Jenkins? Вообще легко, в три клика. Открываем Cloud Launcher. Он думает. Открываем Jenkins. И запустись в Compute Engine. Он нам предложит изменить настройки различные, то есть мы можем выбирать, в какой зоне регионально мы его физически расположим. У Google Cloud есть несколько вариантов территориального расположения. Это может быть Европа, Азия, США, где наш физический будет виртуалочка расположена. Может, предложит нам изменить тип виртуалки, то есть на какой вычислительной мощности она будет запускаться. Но ничего этого нам сейчас не интересует. Просто нажимаем развернуть. Ну, вот здесь как бы русская версия. И пошел процесс. Процесс этот будет длиться на самом деле где-то примерно минуту. Через минуту мы получим запущенную в облаке виртуалку на Linux с готовым, установленным, в принципе, готовым к работе Jenkins, который будет доступен извне с каким-то внешним IP-шником. Все, от нас больше ничего не требуется. У нас есть, пожалуйста, Continuous Integration. В Jenkins запустим две джобы. Как бы это минимум, который нам подойдет. Одна, она будет реагировать на коммит наш кода и билдить наш проект каждый раз, когда мы что-то коммитим. Вторая джоба будет по расписанию запускать наши тесты. То есть если мы хотим дальше какие-то смоки, мы можем привязаться к деплою продукта и так далее, и так далее, и так далее. Но минимум, ух ты, ну вот она уже практически готова. Она доустанавливает Jenkins. Немножко подождем. Нет, цена на самом деле, это один из нюансов Google Cloud. В Google Cloud вы платите за то время, которое виртуалки запущены. То есть условно говоря, это с 14.20, это выйдет на этой расчетной мощности. Там можно чуток сделать ее попроще, то есть запустить ее на процессоре попроще. Она будет стоить 4 доллара в месяц. 4 доллара она вам будет стоить, если вы ее будете использовать весь месяц, не останавливая. То есть считается в кладе только то время, которое виртуалка запущена. Это, кстати, очень классная тема, потому что они считают цену по 10 минут. То есть условно вы запустили виртуалку на 10 минут, вам посчиталось 10 минут этой цены. Здесь они указывают, когда создаешь виртуалку, они указывают цену за полный месяц использования. Ну и, собственно говоря, как бы, ну, вот и все. У нас готов Jenkins, который можно благополучно использовать, который можно настраивать, создавать дальше. Буквально 2 минуты. Continuous integration готов к использованию. Ну, готов к настройке. Так, вернемся к нашей презентации. Так, секундочку, пожалуйста. Окей, мы вернулись. Вот, собственно говоря, то есть виртуалки в кладе разворачиваются моментально, легко. И даже если вы никогда с этим не имели дела, это просто, ну, почитай ритми в течение двух минут, и ты готов к работе. Где-то запускать код, где-то запускать наши тесты. Для того, чтобы запускать тесты, окей, ничего страшного. Для того, чтобы запускать тесты, мы разворачиваем виртуалки те, которые нам нужны для кода. То есть нужна нам виндовая машина, пожалуйста, мы разворачиваем на винде. Нам надо тестить на сафари, нам надо тестить под чем угодно. То есть мы разворачиваем тот тип виртуалки, который нам нужен. Дальше у нас идет репортинг. Репортинг – это очень важно. Соответственно, был бы вопрос с репортингом, да вот наши коллеги уже из ИПАМа нам очень сильно подсобили и сделали репорт-портал, который уже упоминали. Репорт-портал – это очень шикарная вещь. Она позволяет проводить анализ, она позволяет нам выдавать красивые результаты с графиками, которые понятны людям, которые не имеют понятия, что вообще происходит. То есть они понимают, но которые не вникают в наши тесты, им можно будет предоставить красивые готовые отчеты. Соответственно, репорт-портал у нас состоит из клиентской части и серверной части. Клиентская часть, по сути, упрощенная – это listener, который на какой-то айпишник шлет результаты тестов. Вся магия уже происходит на серверной части. Под серверную часть я развернул Ubuntu и под ней запустил репорт-портал. Делается это реально в четыре команды. Устанавливаем Docker, устанавливаем Docker Compose и запускаем репорт-портал. Все, да, дальше можно его начинать настраивать, оптимизировать, подключать правильные базы и так далее, и так далее, и так далее. Но вот за четыре команды у вас полностью готова репортинговая тулла, которая поднята, которая крутится где-то в облаке, она работает, пожалуйста, ее можно использовать. Итак, практически все готово. Осталось только настроить правила для фаерволов. Да, реклама, ну как бы, ну как же. Правила для фаерволов настраиваются они точно так же легко. У нас у каждой виртуалки, которая запущена в клауде, есть свой тег. Для каждого правила для фаерволов устанавливаем, как бы, есть destination тег. То есть мы его создаем, указываем для какого тега он должен действовать, и все, он применяется ко всем виртуалкам. То есть нам не надо как бы отдельно работать с каждой виртуалкой, что-то на ней менять. Нет, мы в одном месте создали, там открыли какие-то айпишники условно для наших виртуальных машин, на которых будут тесты гоняться. Отлично. Все, они ко всем виртуалкам применились. Вот по результату, как бы, ну в моем примере у нас получился instance 1, это условно машина, на которую все будет гоняться наши тесты. Отдельная виртуалочка с Jenkins, отдельная виртуалочка с Report Portal. То есть все, у нас есть инфраструктура, на которой можно работать, мы можем спокойно писать код, и даже если мы его потом куда-то будем передавать в поддержку, с ним будет что-то происходить, все, это код изначально будет написан под требования, под, скажем так, под общую практику проектов. Не будет никаких чудес, что вот, а как потом наши тесты запускать из-под Jenkins или, а где, извините, репортинг на вашу автоматизацию. Собственно говоря, вот так. А что же внутри самого фреймворка должно быть, расскажет мой коллега Александр. Ну сейчас я расскажу с точки зрения Java стека, как все это должно выглядеть. То есть вот предыдущий оратор, который рассказывал про Python, уже много рассказал о том, как вообще, ну, как должен наш выглядеть фреймворк. То есть должен быть репортинг, какой-то логер, степы, вот эта вся штука. Ну вот видно на слайде, что у нас есть результаты. Это Report Portal или Allure уже упомянутый. У нас есть тесты, это может быть BDD, или можем писать сразу на GUnity какие-то штуки, или на TestNG. Есть фреймворк, который, ну, как правило, это обертка какая-то над Selenium. Тоже может быть это Selenit, там есть GDI, есть разные варианты, там HTML Elements, например. Ну, хотя эта обертка уже не над WebDriver, а над PageObject, по сути. Ну, есть браузер, с которым у нас все, собственно, начинается. Ну, сейчас расскажу вообще, как, что должен быть фреймворк, что должен представлять наш фреймворк. Должно быть легко писать тесты на нем, легко должно быть понимание у человека какого-то нового, как эти тесты, ну, что вообще в тестах происходит. Это можно достичь с помощью BDD, будет понятно, какой шаг, что делает. Или просто, ну, писать аккуратно какие-то степы, если мы пишем на чистом TestNG или GUnity. И должно быть, должно легко производить, фиксы должны мы легко делать, потому что если что-то поменялся, какой-то локатор, мы не должны его менять в 50 местах, а там с помощью, допустим, PageObject поменяли в одном, всюду поменялось. Такие вещи. Вот, ну, эти три пункта, они такие условные, потому что, как правило, придется чем-то жертвовать, не бывает идеальных фреймворков. Ну, если бы был, никто бы, каждый человек бы не писал свой велосипед. Так происходит, что все пишут свои велосипеды, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Поэтому, если вы разворачиваете что-то в одиночку, я бы советовал все-таки использовать какие-то готовые решения, там, на основе Selenida или GDI. Я сейчас подробнее буду рассказывать, что там, что можно из этого юзать. Вот стрелка Depth показывает, скажем так, насколько далеко от Selenium один из этих фреймворков. Вот Selenida, допустим, это чисто обертка над веб-драйвером, она оборачивает веб-драйвер и дает нам веб-драйверовские команды просто легко очень делать. Типа не find element, после которого надо еще 40 витов написать, а пишем просто там доллар, локатор и уже что-то получили, оно все правильно повейтит. Есть работа с AJAX, легко оплодить файлы, легко там ловить какие-то алерты. HTML elements – это чисто обертка над page object. То есть там есть у нас кастомные элементы какие-то, можно делать секции, когда можно в page object хранить еще один page object, в котором будут локаторы relative от рутового локатора, который у нас прямо в page. Ну и в общем можно такую штуку применять на многих пейджах, и будет код в одном месте, который может там у вас есть какая-то менюшка, которая на каждой странице, будет удобно использовать HTML elements в этом случае. Ну и есть GDI, это ипамовская разработка тоже. Она из обоих миров чуть-чуть взяла. Ну там вообще вот эти все феймворки, они очень много друг друга заимствуют, потому что у нас не такая вообще глубокая сфера здесь. То есть если пишешь обертку над Selenium, все равно будет у тебя примерно все одно и то же в той или иной степени. Вот есть в юморе и в стендапе, к примеру, такая фраза, что если вы что-то придумаете, какую-то шутку, если вот первое, что вам в голову пришло, скорее всего, эта шутка уже давно за вас придумана, и вы будете, ну то есть стоит придумать какую-то другую, пооригинальную. Вот здесь такой же случай. Если вы будете кастомную имблементацию себе писать, свой велосипед над Selenium, то, скорее всего, это за вас написали, как уже упоминал докладчик, который рассказывал про автоматизацию на питоне. Вот. Ну он, кстати, упоминал тоже Selenit, потому что Selenit является сейчас вообще лидером оберток над Selenium. Ну это написано на Java, к счастью. Вот. Из этого тут выбор довольно свободный. Я более подробно расскажу про Selenit и GDI, потому что мне кажется, что GDI, он просто, он моложе, чем HTML Elements, и в нем есть практически все от HTML Elements, то есть там есть кастомные, ну как бы блочные вот структуры от HTML Elements, там есть тоже кастомные элементы, кастомных элементов там намного больше, чем в HTML Elements, плюс их можно кастомизировать, и, ну, в общем, там увидите чуть дальше. Вот. Сейчас расскажу более подробно про Selenit и GDI. Ну, в Selenit что крутого? Smart Waiting, это понятно. У нас, ну, если бы им писали на чистом Selenium, то мы бы сталкивались с тем, что нам нужно все время правильно вейтить. Ну, то есть Selenium сам не вейтит ничего. Там надо писать, можно explicit wait юзать, но он плохо работает, его вообще предпочитают не использовать в принципе, и все на implicit wait пишут. Ну, получается, implicit wait надо или ставить всюду руками, или самому все обернуть. Ну, вообще, вот когда пишешь свой фреймворк на Selenium, это превращается в такое искусство оборачивания. Buy надо оборачивать, драйвер надо оборачивать, все надо оборачивать. Вот. Selenit и GDI все уже обернули за вас, слава богу. Получается, просто пишем доллар, там что-то, и мы уже вейтим что-то. Крутой синтакс, ну, это такое субъективное довольно мнение мое, но в целом этот синтакс из GQuery, и он довольно, ну, органично и круто вообще написан. Получается, пишем просто доллар элемент, и если вот постороннему человеку показать, код на Selenit, то в принципе он выкупит вообще, что там происходит на раз-два. Custom Matchers есть, вот тоже упомянутый докладчиком про Python, что там есть, там, should be visible, should have text, все тоже написано за вас, автоматически все скриншотится, легко все понимается, короче. Ну, и находится в активной разработке, что немаловажно, потому что многие фреймворки, какой-то чувак, типа, начинает писать фреймворк, потом приходит на вот конференцию вроде этой, смотрит, а там какой-то другой чувак на сцене рассказывает ему про то же самое, только с другим названием. И он потом задает вопрос, а зачем вы это писали, я уже все написал, но так бывает. И поэтому многие фреймворки умирают и, ну, остаются сильнейшие. Вот Selenit очень круто написан. Ну, вот пример, как Selenit закинуть. Тут все просто, в Maven Dependency добавляем и конфигурим. Конфигурить можно из, есть просто Configuration класс, в котором можно конфигурить сразу. Можно через Maven тоже конфигурировать сразу, указывать путь драйвера, браузер и все такое. Можно вот Base URL указать, тогда будет у нас, если у нас там куча каких-то сайтов, типа у нас там есть Prod, есть Staging, еще что-то, то можно, ну, просто конфигурить через Maven, а весь код писать на Relative URL, как показано выше. Так, ну вот базовый вообще синтаксис Selenit. Как это выглядит? Open, понятно, открывает страницу, берет базовый URL, который мы указали из настроек. Dollar by ID – это, ну, просто поиск по ID-шнику элементов, который сам все повейтит. .well, это мы туда сетаем текст. По дефолту, если не писать by ID, например, тогда будет использоваться CSS-селектор. Если указываем конкретный, типа by ID, by XPath, еще что-то, тогда будет выбираться этот. Плюс можно писать by ID, а можно прямо Selenium-овский by туда засовывать, он тоже все сам поймет. Вот, вот есть эти матчеры, которые should have text. Два доллара у нас – это как find elements в Selenium, то есть возвращает коллекцию элементов. С ними можно работать, то есть вот таким образом, точка, фильтр, текст. То есть останутся только те элементы, в которых содержится текст 2017. Потом есть exact текст. Это то же самое, только не на contains, а на equals. Вот, ну вот, оплот, скриншотит Selenium автоматически после падений. Можно скриншот, есть класс скриншот, с которого можно просто get last screenshot брать и удобно использовать, когда вам надо оттачить, допустим, в reporting какие-то скриншоты. Можно даже видео записывать, если будете писать на… Если добавите еще, по-моему, Java Video Recorder, есть такая библиотека, тоже она хорошо интегрируется в Selenium. Selenium, GDI, тоже грамотно вейтед, есть тоже матчеры, крутой логинг, но концептуально совсем другая штука. Selenium, ну и вообще в Selenium есть такое слово, они используют, не слово, точнее аббревиатуру KISS, типа Keep It Simple Stupid или там Keep It Simple Straight Forward. Это в MS США такой типа лозунг, что чем проще система, тем лучше. Но вот Selenium показывает на своем синтаксисе, что он придерживается этой вот штуки. GDI у нас думает по-другому. GDI пытается сделать вообще все, что вы можете придумать, пытается реализовать. То есть там жесткий идет экстеншн пейдж-обжиг паттерна, когда можно там делать всякие магические вещи, которые вообще непонятны постороннему человеку будут. Тут тоже легко добавляется, конфигурить можно и стас.проперти, которую в ресурсы закидываем. Вот Relative URL тоже есть, но смотрите, тут в GDI такая штука, что у нас есть даже сущность сайт. То есть вот Selenium сайт, экстенс веб-сайт. Это они придумали такую тему, что чтобы не вот в стандартном Selenium мы инициализируем пейджу через пейдж-фактори, там init пишем и каждую пейджу вот так инициализируем. Здесь можно один раз заинициализировать сайт, вот этот, и каскадно все сразу, ну все объекты, все пейджи и все внутренние вообще штуки все заинициализируются сразу. Вот, пейджи выглядят стандартно, ну это пейдж-обжект-паттерн, всем знакомый, я думаю. Вот, вот как может выглядеть тест на GDI. То есть вот есть строка RegistrationPageSignInFormFillUserInfo. UserInfo это объект, вот он снизу представлен простой с полями. И вот этот объект может сразу вам полностью заполнить такую вот форму. Вот как это пишется внутри кода. У нас есть форма с локаторами, вот видите, name, email, это все мапится с объектом автоматически. Здесь мы указываем локаторы, плюс можно вот делать элементы тейблы. В общем, есть там базовые элементы в GDI, когда просто там чекбокс, какая-то еще там, ну обычные какие-то штуки. Есть комплексные элементы, это типа вот тейблов, например, когда мы можем здесь, видите, три вида локатора указать. То есть вот один локатор, это рутовый, найти тейблу, row с параметром, это как мы можем получить строку, и column, как мы можем получить столбец какой-то. Вот из тейблы тоже довольно крутая штука, но вот в HTML элемент есть похожие вещи, но они намного более жестко прибиты вообще к коду, и поэтому я думаю, что GDI получше, если вы любите вот такой подход, когда у вас просто есть крутой page object. Плюс еще можно, вот видите, есть аннотация jfindby, это кастомная GDI аннотация. Можно по группам выбирать, то есть указываете в тесте там группу, там английский или французский, он вам будет выбирать локатор в соответствии с тем, какой вы указали, какую опцию вы указали. Ну если пишите, естественно, свой велосипед, то преимущество одно, полностью контролируйте все, что вы пишете. Тут все-таки вы полагаетесь на чужой код, а это такое себе, хоть он весь опенсорсный. Ну вот там был пункт теста у нас в архитектуре или степы, как мы можем присобачить какой-то BDD к нашему феймворку. Тоже довольно легко делается, если кукумбер, то я думаю, многие видели примеры с Геркином, как это все пишется, у нас и фичи, сценарии, степы, степ-дефинишн и код. Степ-дефинишн и код это уже прямо у нас в Java коде, а степы, сценарии и фичи, это у нас в фичах. Вот, ну можно, видите, здесь такой дата-провайдер своего рода писать через экземплсы. Можно всякие магические вещи в степ-дефинишнах делать, когда мы используем регулярку, и можно, ну, клево, короче, конфигурить штуки, когда можно выбрать там, ну, в общем, параметризировать клево можно эти степы. Плюс можно передавать прямо объекты. Объекты тоже мапятся автоматически так же, как в GDI. То есть можно, вот там был в GDI пример с дата-провайдером тест-нжишным, а здесь можно мапить с помощью кукумбера. Давай, наверное, Саша, ускоряться немного. Я смотрю, тут уже люди закончили, готовы приступать к перекусу. Я быстро. Ну, репортинг. У нас есть репорт-портал, который пишет тоже EPUM, и Allure, который пишет Яндекс. Если вы измениваете яндексовские штуки типа HTML и Allure, или EPUM-овский репорт-портал GDI, вообще не значит, что они вместе будут нормально работать. Вот. Пришивается это все просто. Просто кидаем лисенер, и он, ну, это Allure-овский вариант. Allure просто кидаем лисенер, он генерит нам XML, который потом можно преобразовать в репорт по-разному. Можно в Jenkins есть плагины, которые просто генерит вам потом этот репорт. Можно из командной строки сгенерить сразу репорт HTML и работать с ним. Но репорт-портал, он просто отправит эти данные на репорт-портал, и там уже можно с ними работать. То есть для кукумера посложнее, там не лисенеры, там плагин надо вот тоже, два плагина написать для Allure и для огурца. Ну и, собственно, все. Так выглядит Allure, а на следующем вот так вот красивенько выглядит у нас репорт-портал. Третья версия репорт-портала. Последний с пыл и с жару. Вот, спасибо, ребята, что были сегодня с нами. Может, какие-то вопросы кто-то хочет поднять? А, нет, нам, да, нам жарко, спасибо, спасибо. Ну, в общем-то, мы пока здесь, так что если у кого-то слишком-слишком такое мнение, типа, нет, вы не правы, можно словить нас в коридоре и доказать, что мы не правы. Спасибо.